Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Черневская. Всем собственникам известно, что у квартир есть реальная рыночная цена, по которой проводят сделки, купли, продажи, и кадастровая ее устанавливает государство. Кадастровая стоимость может отличаться от рыночной, быть меньше или больше. Обычно она нужна для расчета налогов. В конце прошлого года правительство Самарской области утвердило результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Самарской области. Как определяют и можно ли ее изменить, что нужно знать о кадастровой стоимости, на эту тему я сегодня говорю с заместителем директора кадастровой палаты по Самарской области Светланой Евгеньевной Вандышев. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна. Добрый день. Первый вопрос. Что такое кадастровая стоимость? И скажите, пожалуйста, для чего она вообще определяется? Ну, прежде всего, кадастровая стоимость – это величина, которая рассчитывается, исходя из государственной кадастровой оценки. Проводится государственная кадастровая оценка в отношении всех объектов недвижимого имущества, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, в котором проводится оценка. Это оценка. Это оценка, совершенно верно. Но для чего она проводится? Собственно говоря, вы уже сказали в самом начале. В соответствии с 237-м федеральным законом о государственной кадастровой оценке, кадастровая стоимость определяется для цели, определенных законодательством Российской Федерации, в том числе для цели налогообложения. Поэтому, конечно же, практическое значение для всех собственников, для всех потребителей – это налогообложение. Ну, хорошо. А вот как определяется кадастровая стоимость и, собственно, определяет ее государство? А вот если частности рассмотреть, вот прямо по порядку, как она определяется? Для целей, для того, чтобы рассчитать кадастровую стоимость, применяются некоторые ценообразующие факторы. Давайте будем говорить о двух видах объекта. Это земельные участки и объект капитального строительства. Так вот, если это земельные участки, то основным ценообразующим фактором для них будет являться его местоположение. Это, собственно говоря, нахождение его в том или ином районе Самарской области и нахождение его в границах зоны с особыми условиями использования территорий. И иные ценообразующие факторы, написанные в законе. Что такое иные ценообразующие факторы? Это может быть обеспеченная земельного участка инфраструктурой какой? Транспортной, например, социальной, инженерной, ну и так далее. Если мы говорим об объектах капитального строительства, то основными факторами здесь будут являться, в первую очередь, так же, как в отношении земельного участка, его местоположение. Это также нахождение объекта капитального строительства в границах зоны с особыми условиями использования территории. Это год постройки, это этажность, это даже материал стен, это нахождение объекта капитального строительства в ветхом либо аварийном состоянии, ну и так далее. Вот если вы обратили внимание, и в отношении земельного участка, и в отношении объектов капитального строительства, я назвала одним из основных ценообразующих факторов нахождение таких объектов в границах зоны с особыми условиями использования территории. Конечно, не все, далеко не все понимают, что это такое. Да, разъясните, пожалуйста. Да, наверное, стоит об этом сказать подробнее. В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территории – это защитные зоны, это санитарные зоны, это водоохранные зоны, это зоны границы охраны памятников культурного наследия, это зоны затопления и подтопления, это при аэродромной территории, ну и так далее. Как правило, собственники очень часто задают вопрос, а почему мой земельный участок, казалось бы, в таких же, в аналогичных конфигурациях к соседнему и примерно такой же площади, стоит дороже, чем, собственно, у соседа. Буквально даже если через забор находятся эти объекты, да? Даже такие случаи бывают. Так вот, то, что я вам сейчас причислила, это нахождение земельного участка вот в таких вот зонах, конечно, будет являться основанием для снижения кадастровой стоимости. Если земельный участок соседа попал в так называемую зону подтопления, то, естественно, кадастровая стоимость его будет ниже. Но здесь надо смотреть, кому больше повезло. Да, это точно. Но если, например, зона подтопления для нашего региона, пока проблема, в общем-то, не актуальная, хотя надо сказать, что это только пока. Уже были попытки внесения сведений о таких зонах в единый государственный реестр недвижимости, правда, пока они не увенчались успехом, но, тем не менее, это проблема будущего. Мы об этом еще поговорим, наверное, с вами при очередных наших встречах. Да, встречах. Слава Евгеньевна, вы простите, пожалуйста, я сразу хочу задать дополнительный вопрос. А можете обозначить хотя бы районы, которые предположительно могут попасть под эти зоны? Ну, если есть такая информация, вы ей владеете. Районы Самарской области, которые, возможно, могут подпасть под этот термин? Ну, вот видите ли, в чем дело. В связи с тем, что пока ни одна такая зона у нас не внесена, Абсолютно точно назвать ее местоположение не представляется возможным. Хотя нужно понимать, что это те территории, которые недалеко от водоемов. Вот. Гораздо большая проблема на сегодняшний день в Самарской области с внесением в зоны приаэродромных территорий. Вот, если позволите, я немножко отвлекусь от нашей основной темы, касающейся кадастровой стоимости, потому что эта проблема действительно актуальна для наших собственников, для наших зрителей в том числе. Приаэродромная территория – это зона, которая устанавливается Федеральному агентством воздушного транспорта, так называемой Росавиации, и Минпромторгом Российской Федерации. Эта зона, внесение этой зоны влечет за собой обременение на земельный участок. Причем обременение здесь есть двух типов. Первое – это запрет. Это гораздо более строгий тип обременения. Запрет, например, на строительство объектов индивидуального жилищного строения на этом земельном участке. Это запрет на строительство объектов медицинского обслуживания, рекреационных объектов для садовых строений. И есть ограничения, например, связанные с производством какой-то экономической деятельности на таких земельных участках, попавших в зону приаэродромных территорий. Ну, например, разведение птицы. Да, ну фермерское хозяйство какое-то, да? Да, вот на сегодняшний день в нашем регионе эта проблема имеет очень большое значение, поскольку такие зоны вносятся сегодня, устанавливаются, опять-таки, я повторюсь, вот двумя структурами федерального значения. Здесь мы уже ничего поделать не можем. Это решение принято вышестоящими организациями. Многие задают вопрос, а как же мне узнать, попал мой земельный участок в такую вот злополучную приаэродромную территорию? Вы как раз предопределили мой вопрос. Но ведь человек или предприниматель, покупая, приобретая такой земельный участок, он же ведь заранее должен быть уведомлен о том, что вот, возможно, эта земля попадет в такую зону. Зону, да, совершенно верно. Ну, вот процедура такой предварительного уведомления у нас не существует, она не предусмотрена законодательно, но это ни для кого не секрет, попал ли ваш земельный участок в такую зону или нет. Делается это очень просто, можно запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, и если такая зона внесена, и если вдруг это коснулось вашего земельного участка, то в графе обременения вы соответствующие значения увидите и будете понимать, что вам на этом участке можно делать, а для каких видов деятельности запрет. Хорошо. Светлана Евгеньевна, вот Центр кадастровой оценки Самарской области, это государственно-бюджетное учреждение. Расскажите, пожалуйста, собственно, для чего он работает и какие функции на него возложены? Да. Дело в том, что на территории Российской Федерации несколько дней назад была проведена серьезная реформа. Реформа это как раз таки связана с образованиями бюджетных учреждений в каждом субъекте. Не миновало это участие наш регион. В нашем регионе созданы государственные бюджетные учреждения Центра кадастровой оценки по Самарской области. И сегодня они на постоянной основе осуществляют процедуру определения кадастровой стоимости. Небольшой экскурс в историю, как это было ранее, до образования этих бюджетных учреждений. До образования бюджетных учреждений исполнитель работ по определению кадастровой стоимости выбирался на конкурсной основе. Что такое конкурсная основа? Это лицо, которое имело право заключить договор на проведение оценки в соответствии с законом Российской Федерации по контрактной системе. Соответственно, кто являлся победителем такого конкурса? Лицо, которое предлагало наименьшую стоимость за свои работы. Очень часто лица, победившие в таком конкурсе, оценщики, были даже не юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории нашего региона. Это были и Нижний Новгород, и Пермский край, и так далее. Ну, соответственно, нет, конечно же, они пользовались стандартными и правилами, были определенные методики разработаны. В соответствии с методическими рекомендациями, конечно, они делали все возможное для того, чтобы максимально приблизить кадастровую стоимость к стоимости, существующей в нашем регионе. Но региональные особенности, конечно же, никто не отменял, и зачастую к качеству этих работ были большие вопросы. Поэтому законодатель со временем пришел к выводу, что такой способ определения кадастровой стоимости, в общем-то, не очень-то эффективный. И решили ввести новую структуру в виде бюджетных учреждений, которые на постоянной основе, сегодня это в структуре Министерства имущественных отношений Самарской области организация находится, осуществляет кадастровую оценку. Это центр один или их несколько? Такие центры в каждом регионе образовываются по одному. По одному, то есть в нашем Самарском регионе такой центр один, и называется он центр кадастровой оценки. Совершенно верно. В их полномочии входит как определение кадастровой стоимости в массовом порядке, так и определение кадастровой стоимости, ну, я так называю, в текущем режиме. То есть поставили объект на кадастровый учет, передали сведения в государственное бюджетное учреждение, посчитали кадастровую стоимость, вернули обратно эти сведения, внесли их в единый государственный объезд недвижимости. Очень просто и удобно. Очень просто и удобно, если бы не одно «но». Так. Вот если, например, задаться вопросом, как сегодня заявитель у нас получает сведения о кадастровой стоимости, если, например, он обратился к нам за учетной процедурой. Ну, например, поставил свой объект недвижимости на кадастровый учет. Вот я немножко сейчас вернусь назад и скажу о том, что в этом сегменте у нас на территории Самарской области параллельно реализуются два закона. Объясню, почему. Значит, первый закон — это 135-й федеральный закон об оценочной деятельности в Российской Федерации. И новый закон, в соответствии с которым вот сейчас бюджетное учреждение у нас создано, 237-й федеральный закон о государственной кадастровой оценке. Вот на сегодняшний день в отношении земельных участков кадастровая оценка осуществлена уже по новым правилам и уже бюджетным учреждениям. А вот все, что касается объектов капитального строительства, у нас пока в регионе оценка была проведена по старым правилам. Это как раз вот та история с исполнителем, который выиграл конкурс и который в 2012-м далеком году посчитал для нас всех кадастровую стоимость. Вот. Вот сегодня ситуация таким образом складывается, что если к нам приходит заявитель, собственник, например, объекта капитального строительства, и ставит его на кадастровый учет, то стадия определения кадастровой стоимости, она вот в этой цепочке сохранена внутри организации. То есть это орган регистрации прав осуществляет эти действия, в том числе осуществляет расчет кадастровой стоимости. И по итогам этих учетных действий правообладатель получает выписку об объекте недвижимого имущества, где содержатся уже сведения о его кадастровой стоимости. Кстати, несколько иная ситуация складывается с земельными участками, поскольку мы с вами уже поговорили о том, что земельные участки у нас уже все посчитаны по новым правилам, и продолжает это делать государственное бюджетное учреждение. Поэтому если собственник земельного участка к нам сегодня придет за постановкой, или у него там случатся какие-то изменения, например, изменится площадь, то сегодня процедура таким образом выглядит. После того, как учетные действия будут осуществлены, то есть земельный участок будет поставлен на кадастровый учет, кадастровая палата формирует перечень таких земельных участков, поставленных в кадастровый учет, и в трехдневный срок направляет его в государственное бюджетное учреждение. У государственного бюджетного учреждения есть 10 рабочих дней для того, чтобы эту стоимость рассчитать, и еще 3 рабочих дня, чтобы вернуть посчитанную стоимость обратно в органы регистрации прав. У нас, в свою очередь, есть еще 5 рабочих дней для того, чтобы эту стоимость внести. А теперь представьте себе собственника, который пришел, в общем-то, за очень простой процедурой, поставить свой земельный участок на кадастровый учет, да, или внести сведения о нем. В общем-то, сроки у нас все соблюдаются, оказание государственных услуг. Поэтому через неделю он получит выписку о своем объекте, в котором, увы, он не увидит кадастровой стоимости. Потому что через неделю она ниоткуда появиться не может. Потому что мы с вами уже назвали 3,10, еще 3,5 рабочих дней. Я вот, готовясь к нашей передаче, просто попыталась даже рассчитать элементарно, сколько же дней собственник будет ждать, когда эта стоимость у него появится. Ведь зачастую это судьбоносные какие-то есть моменты, да. Так вот, если, например, ну, учитывая, что февраль у нас месяц, содержащий праздничный день, да, и при условии, что эти все процедуры будут соблюдаться в сроке, ну, максимальные сроки, то поставив земельный участок на кадастровый учет 1 февраля, сведения о кадастровой стоимости будут внесены только 2 марта. Вот здесь, к сожалению, вот это все, все эти сроки, они установлены законодательно. То есть процедура официальная и никак уже избежать? Пока, к сожалению, нет, хотя есть информация о том, что будет разрабатываться некоторое программное обеспечение, позволяющее нам напрямую, вот, добавить эти сведения в государственные бюджетные учреждения, те, в свою очередь, будут оперативно их рассчитывать и возвращать нам обратно. Очень бы этого, конечно, хотелось, потому что правообладатели, ну, в некотором роде, оказываются не совсем осведомлены. Да, в заложниками такой ситуации, да. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки кто может дать разъяснение по вопросам, связанных с определением кадастровой стоимости? Ну, вот, например, наличие или отсутствие ошибок, размер величины кадастровой стоимости, вот кто в первую очередь жителям в помощь, Слава Евгеньевне? Да. Вот, смотрите, возвращаясь к началу нашему разговору, это очень важно. Мы говорили о том, что у нас на территории нашего региона пока одинаково реализуются два закона. Так вот, если вопрос касается разъяснения и порядка определения кадастровой стоимости, или вдруг у собственника есть подозрение о наличии ошибки в кадастровой стоимости объекта капитального строительства, то эти вопросы следует задавать в кадастровую палату или в органы регистрации прав, то есть в Росреестр. Если же эти вопросы касаются земельного участка, то сегодня это государственное бюджетное учреждение. Я думаю, что не лишней будет информации сказать, где они находятся, да? Да, конечно. Потому что собственники, наверное, после этой передачи в том числе будут иметь возможность туда обратиться. Это город Самара, Советская армия, дом 180, дробь 1. Я думаю, что мои коллеги будут мне очень благодарны. Такой простой адрес, я думаю, что его можно запомнить. Ну, давайте все-таки еще вернемся к вопросу, так как на сегодняшнее время определить кадастровую стоимость, если сведения вносятся или изменяются в Реестр объектов недвижимости? Сроки вы назвали, но вот все-таки пошаговая эту цепочку, расскажите, пожалуйста. Вот смотрите, все, что касается объектов капитального строительства, мы проговорили. Это считает кадастровая палата. Каким образом производится этот расчет? Да очень просто. Вот по ранее действующим правилам, но пока они у нас в регионе продолжают действовать. Кстати, надо сказать, что последний год продолжают действовать, потому что 2021 год – это год проведения массовой оценки по новым правилам бюджетным учреждениям в отношении объектов капитального строительства. То есть вот эта вот вся катавасия со всей историей, куда идти, кому обращаться, где устранять ошибки, она прекратится. То есть жить ей осталось 11 месяцев. Но так или иначе, пока этот год нам с вами доживать, все, что касается объекта капитального строительства, если есть какие-то вопросы, это в кадастровую палату. Потому что расчет сегодня производится по тем правилам, вот то постановление правительства, мы говорили, 2012 года, которое у нас состоялось, оно содержит в себе два приложения. Все очень просто. Несколько приложений. Первое из них – это, собственно, перечень объектов капитального строительства и кадастровая стоимость. Тут все очень просто. Тут это сведение просто вносится в единый государственный реестр недвижимости и, так сказать, остаются незыблемыми до тех пор, пока кто-то не решит ее оспорить. Второе приложение содержит в себе удельные показатели кадастровой стоимости. Ведь тот первый список, вот мы с вами говорим, перечень, он же не закрытый. То есть появляются новые объекты. У нас очень много вводится в эксплуатацию многоквартирных домов. Поэтому новые объекты появляются, новую стоимость нужно тоже рассчитывать. А вот для этого есть второе приложение. Второе приложение – удельный показатель кадастровой стоимости. Здесь применяется простая математика. Это площадь, умноженная на удельник, который соответствует жилому помещению, нежилому помещению, жилому зданию, нежилому зданию. Ну и, естественно, там еще его местоположение присутствует в расчетах. Вот. Все очень просто. Все, что касается земельных участков, это зона ответственности государственного бюджетного учреждения. В общем-то, ценообразующие факторы я обозначила. У них гораздо более сложная задача на сегодняшний день. Они изучают очень большой слой всяких факторов, влияющих на кадастровую стоимость, но и несут за это ответственность. Светлана Евгеньевна, скажите, пожалуйста, а вот если уже у человека земельный участок оценен кадастровой стоимостью, нужно ли в связи с этими изменениями, сейчас о которых вы рассказали в нашей программе, заново идти и делать переоценку кадастровой стоимости. Нужно ли это? Правильно ли это? Либо нужно быть спокойным? Кадастровая оценка есть, живем спокойно, душем ровно. Ну, хотелось бы, чтобы всем жилось спокойно от того, что она есть, и она абсолютно свежая, свежайшая. Потому что в 2019 году у нас государственное бюджетное учреждение оценило земельные участки шести категорий, а в последний 2020 год оценила самую массовую категорию это земли населенных пунктов, более миллиона земельных участков ими было оценено. На сегодняшний день процедура внесения этих сведений в единый государственный реестр недвижимости завершена. Да. Поэтому если у кого-то возникают вопросы, вот сейчас собственники земельных участков, земель категории населенных пунктов, наверное, должны задать себе вопрос, а сколько же теперь стоит мой земельный участок? Совершенно верно. Есть несколько способов получения этой информации, но, во-первых, она присутствует на публичной кадастровой карте. Туда можно обратиться, внеся туда кадастровый номер своего земельного участка, вы получите там все характеристики. Достаточно быстро обновляется публичка, и достаточно быстро эта стоимость там тоже... То есть это все делается за собственников кадастровой палаты, и волноваться не нужно? Совершенно верно. Уже все посчитано, уже все внесено, уже никого не спросили, почему так, а не или иначе. И можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости, это можно сделать в многофункциональном центре, это можно сделать через портал Росреестра. В общем-то, кому как угодно, удобно, кто-то хочет получить бумагу и хранить ее у сердца, кто-то может... Кому достаточно получить электронный образ этой выписки, просто убедившись в том, что все в порядке с его земельным участком, и кадастровая стоимость там актуальна, и она его устраивает. Другой вопрос, если она его не устраивает. Вот, опять же предвосхитили мой вопрос. Ну вот не согласен человек, каким образом и можно ли оспорить с кадастровой стоимостью? Конечно, можно. Конечно, и раньше было это можно сделать, можно это сделать и сейчас. У нас сегодня при субъекте действует комиссия, а именно при Министерстве имущественных отношений, которое принимает заявление об оспаривании кадастровой стоимости. Здесь, в общем-то, правила достаточно простые и одинаковые как для юридических лиц, так и для физических лиц. И те, и другие могут оспорить стоимость как в комиссию, так и пойти сразу в суд. Судебной практики не существует. Судебная практика как раз существует, это как раз-таки обращение в комиссию. Совершенно верно, да. Но у собственника, будь он юридическим лицом или физическим лицом, всегда есть выбор, пойти сразу в суд, минуя комиссию, или сначала все-таки пойти в комиссию. Если вдруг его требования не будут удовлетворены, далее уже пойти в суд. Как правило, удовлетворяет комиссия? По-разному складывается ситуация. Дело в том, что ведь нужно еще доказать, почему стоимость ниже. И предоставить соответствующие документы. Конечно. Набор документов, он очень простой. Это выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая кадастровые стоимости, которую, собственно, обжалует собственник или любое другое заинтересованное лицо. Это нотариально заверенная копия, право устанавливающего или право удостоверяющего документа. Своё право подать такое заявление нужно доказать. И это отчет об оценке. Сегодня отчет об оценке готовится в двух экземплярах. В бумажном виде, на бумажном носителе, и на электронном носителе в форме электронного документа. Вот, собственно, и заявление об оспаривании. Вот набор такой нехитрый документов, который необходимо представить в комиссию. Чуть более сложная процедура, даже не процедура, а, может быть, набор, наверное, документов, представляемых в комиссию для, вот если вы обратили внимание, любое заинтересованное лицо. То есть не только собственник может пойти и сказать, я недоволен своей кадастровой стоимостью вот по таким-то, по таким основаниям. Кстати, все основания будут обозначены в отчете об оценке. Отчет об оценке готовит любая лицензированная организация оценщиков. И, в общем-то, это их хлеб, и это их работа. Так вот, кто такие заинтересованные лица? Ну, это лица, чьи права или обязанности могут быть нарушены тем, что установлена кадастровая стоимость, по их мнению, гораздо выше, а есть случаи, гораздо ниже, чем им хотелось бы. Это, допустим, арендаторы. Арендаторы для тех случаев, когда арендная плата у них рассчитана исходя из кадастровой стоимости. Или это гражданин или юридическое лицо, которое планирует выкупить земельный участок. И стоимость такого участка тоже будет рассчитываться, исходя из его кадастровой стоимости. Выкупная, я имею в виду. Поэтому вот для такой категории заявителей еще нужно предъявить документ, то есть заинтересованность свою обосновать, почему ты пришел в комиссию. Вот, собственно, сегодня в отношении земельных участков такая комиссия у нас действует на базе Министерства имущественных отношений. Но мы-то с вами помним, что у нас еще есть объекты капитального строительства, посчитанные по старым правилам. Так вот, в отношении них есть тоже комиссия. Она другая. Она, собственно, создана на базе управления Росреестра по Самарской области и продолжает рассматривать заявления об оспаривании к отстоимости в отношении объектов капитального строительства. Набор документов ровно тот же самый, что и для комиссии при Министерстве имущественных отношений. Разница здесь одна. Если в отношении земельных участков юридическое ли лицо, физическое лицо, любое другое заинтересованное лицо, правообладатель или нет, имеют выбор сразу пойти в комиссию либо в суд на свое усмотрение, то в отношении объектов капитального строительства ситуация немного другая. Для юридического лица это обязательная досудебная процедура оспаривания. То есть сначала он должен пойти в комиссию и только в случае неудачи он пойдет в суд. Да, уже в суд. Скажите, пожалуйста, уважаемый Сталин Евгеньевна, а вот ваши специалисты, ваши консультанты, кадастровые палаты, если у человека возникают вопросы, но зачастую ведь обычные жители не сильно разбираются, да, вот в таких тонкостях юридической грамотности, я имею в виду население, в общем, помогут ли они разобраться, в какое ведомство лучше обратиться, а как документы собрать. Ну, то есть в общем и целом ваши специалисты помогают в тонкостях вот кадастровой оценки, кадастрового учета? Конечно, да. Ежедневно в наш адрес поступает, ну, десятки обращений, связанные с кадастровой стоимостью. Кто-то просит разъяснить, почему она такая, не другая. Кто-то просит уточнить, на какую дату она определена, не углубляясь в этот процесс, сейчас это надолго будет. Кто-то говорит, а куда мне пойти, чтобы обжаловать кадастровую стоимость? А подскажите, какой набор документов я должен при себе иметь? Масса вопросов, масса обращений, конечно же, в предусмотренные законом сроки, это 30 рабочих дней, по 59-му федеральному закону, мы их рассматриваем, и ни одно обращение не остается без внимания. Это замечательно. Ну что же, подводя итог нашему разговору, скажите, все-таки, какие ключевые изменения произошли, что нужно запомнить жителям, если хотят спорить с кадастровую стоимость, изменить или сделать ее вновь? Пожалуйста. Ну, ключевое, конечно, событие, это создание государственного бюджетного учреждения. Всегда нужно иметь в виду, что есть способ обратиться в государственное бюджетное учреждение с заявлением, например, об исправлении ошибки, если вдруг собственник считает, что это ошибка, даже не в комиссию, а в бюджетное учреждение. И если вдруг в ходе рассмотрения такого обращения бюджетное учреждение поймет, что он действительно допустил ошибку, она будет исправлена. Более того, она будет исправлена не только в отношении этого объекта, а в отношении аналогичных объектов на территории Самарской области. То есть помогая себе, поможет еще и другим. Совершенно верно, да. И такие случаи есть, потому что на протяжении прошлого года мы наблюдали как минимум одно, вот на моей памяти, постановление правительства Самарской области, которое внесло изменения в кадастровую стоимость. Это вот, пожалуй, самое ключевое. Спасибо вам большое за ваши компетентные ответы. Спасибо за помощь, которую вы оказываете жителям Самары и Самарской области. Я думаю, что мы обязательно встретимся и вновь, и вы расскажете об изменениях, которые происходят и дальше. Благодарю вас, Слава Иванович. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова